Во всей средневековой истории Руси можно найти разве что три самостоятельных женщин-правительниц. И то с оговорками. Конечно, святая Ольга, Елена Глинская, мать и регент при сыне Иване Грозном, и София Витовтовна. Последняя жила в уникальном окружении. Ее свекор – великий князь Дмитрий Донской. Сама она – жена великого князя Василия I и мать другого Василия Темного. А ее отец – Витовт, правитель Литвы, легендарный победитель крестоносцев в Грюнвальдской битве. Вот от него она унаследовала и цепкий ум, и большое властолюбие, и недюжинное здоровье. Подобно отцу прожила более 80 лет, причем до последнего была активна, и на заслуженный покой уходить точно не собиралась. Про литовское детство красавицы мы знаем немного. Знаем, что вместе с отцом была какое-то время жертва интриг. Их семья бежала, скиталась. Какое-то время она с матерью была даже в плену у врагов. И вот в середине 1380-х годов до их земель добрался такой же, как она скиталец. Бежавший из Ордынского плена сын московского князя Дмитрия Донского Василия. Они друг друга полюбили, и княжич обещал жениться, что и было сделано. В ту же зиму, в 1390 году, женился князь Великий Василий, взяв добрую дочь Витовта Софию. Добрый нрав имела от отца, когда он после смерти отца взошел на московский престол. София была примерной женой великому князю Василию. Она принесла ему мир с ее отцом. Ведь Витовт зорко поглядывал на русские земли. Именно он присоединит к Литве Смоленск. Но отчину московских князей до поры не трогал. Теперь они одна семья. София исправно возила к своему отцу внуков. И все бы ничего, но четыре ее сына наследника умерли один за другим. И когда ей было уже больше сорока лет, случилось чудо. На свет появился долгожданный сынок Василий. Поздний сын в средневековье проблема. В 1425 году князь Василий Дмитриевич умер, а наследовал ему 10-летний сын тезка. Теперь он мог легко пасть в жертву чьих-то интриг. Еще будучи при смерти, старый князь все предусмотрел. Написал в завещании. А приказываю своего сына, князя Василия, и свою княгиню, всех своих детей, своему брату и тестью, великому князю Витовту, завещая быть им на Боге и на нем. Наверное, это был верный выбор. Витовт любил дочь и внука. Но вскоре умер и он, и с покровителем молодого князя оставалась разве что его мать. Видимо, Софья была умной правительницей. Не в последнюю очередь, благодаря ей, ее сын выиграл чашбу в Орде за престол у своего дяди Юрия. Однако она же потом сыграет весьма мрачную и драматичную роль в русской истории. Вот знаменитая картина художника Чистякова, которая есть во всех школьных учебниках. Сам Воснецов скажет о ней. Надо помнить, что русско-историческая настоящая живопись началась с Софьи Витовтовны. На картине изображен момент, когда княгиня сдирает со своего племянника Василия Косова золотой пояс. Она посчитала, что этот пояс украден из московской казны. Из-за такого оскорбления началась усобица, которая протянулась на долгие годы. Будет эпизод в этой войне, когда старую княгиню снова возьмут в плен. И сын будет вымаливать ее из заключения. Какая тебе честь и хвала держать в плену мою мать, а свою тетку. И все же она и ее сын возьмут верх в этой долгой битве. Уже в 1451 году княгиня последний раз показала свой боевой хозяйский нрав. К Москве подступило ордынское войско. Ее сын ушел собирать полки. А руководить обороной столицы осталась она. Было ей на тот момент 80 лет. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова